всех волнует на сегодняшний день один вопрос война украины и россии я решил задать вопрос товарищам танкистам с игры world of танк что они об этом думают услышал ожидаемые ответы чё думаете о войне украины и россии все что происходит там это все ужас я ничего нормального не могу сказать я не особо в политике шарик так же меня не справа да россия защищает донбасс не больше не меньше хотя донбасс это по сути украина вот на украина это блин наша нас я вообще хит знает что это за херня происходит знаю у меня отдыхе на друзей в украине блин хреново знаю насколько я помню блин донбассом сюда украинским еще туда россия какого знает но я за россию видимо так надо ну там политика я не понимаю в ней наряд какие-то нацисты в украине но это банды овцы блин которых возвели в рамк тому герою но были такие кандоны во время войны но так были не все же украинцы блин гандон украинцы блин вот ну не знаю по крайней мере с которыми я общаюсь я как бы за себя говорю вообще прикольные люди блин ну к русским нормально относятся правильно тогда и к русским нормально блин и общаемся нормально блин веселые такие ребят но сейчас блин ну видимо донбасс защитить потому что там видимо русских много я вот понимаете блин украинцы они тоже русский блин хах вы были там татары монголы там блин они все русские русские это не националист в основном не отвечали такое я не понимаю я не знаю но я за россию я просил человек 20 но следующий человек это из культа вождя путина их ответы примерно выглядят вот так а сам откуда я сам бур шо думаешь о том что сейчас происходит мир перевернулся но стало лучше или хуже ну вам легче стало жить для нам-то чё нормально мы живем порядке поначалу было как тяжеловасто сейчас попернулась россия богатая страна ты даже не представляешь насколько я даже как тебе сказать даже не хватит фантазии во много раз богаче и духовнее чем соединенные штаты это точно и германия вместе взятой ну да этаж американцы хотят захватить да вот и лишь россия богатая ресурсами до духовно что а что они тогда на украине делают это долго объяснить и более не в бою если мозги мытые то долго объяснять ты просто мне не поверишь у вас за последние допустим где-то 10-12 лет столько влили информации такой которые ну как я сказать противоречит вообще ну истории единой россии и россии так что это очень сложно смотри смотри оси до 14 года в украине ничего не было но ни дорог ни образования ни армии а после 14 года появилась и образование и дорога и дороги и армия часть чем ничего не так вот вот забудем историю просто забудем историю все живем сегодняшним и будущем от примеру я знаю что будет будет все по-другому это точно иван я знаю что сейчас всем вам это все жутко не нравится я думаю это не нравится всем кого это касается это узнать как искать толка история не столько информации уже столько всего пинус мою блин жуть нет это главное ты с телевизора берешь информацию откуда от скажи и я везде и ваши смотрю наши смотрю везде я все смотрю ну-ка как ты веришь нацистов украине конечно может я в четырнадцатом году не четырнадцатом году родил я даже знаю видел что такое сс ты ты думаешь в украине то что показывает по вашему ну по россии 24 по первому национальному это правда то думаешь ну про я за то что у нас шествие по родам типа нацистов там русских убивают такое я вот я за это именно я уже посту но как тискать с и смотрел и че такое блин я уже за устал смотреть слушать объяснять она идет как идет уже все никто это но как тебе сказать это было предсказано давно предсказание она сбывается и ты то вот никто никуда не денется у нас сейчас идет война не не с украины у нас идет война с нато с европой с нато ну не сейчас мы может быть года через три через пять все бы на через через вашу территорию все войска на ты на навалились бы на россию это мы знали они это уже где-то лет семь назад вот и когда сказали что украину втягивают в нато уже конкретно военная такая доктрина была принята именно к войне а значит за крым то есть может точно стабильно знали что значит украина нападет на крым и с военным путем будет забирать его но они же уже как бы все равно провели референдум все равно в любом случае там уже все там уже уже много лет уже стоит это самое вошла в состав россии и там российские войска и будет эту же территорию россии это уже все и она была тысячи еще и при екатерине она с турками это дам с османской империи это короче но эта история это прошлое на понимаю я понимаю знаешь есть такая поговорка кто не знает своей истории у того нет будущего не знаешь своего прошлого будет будущего вот вы свое прошлое взяли просто взяли и сгавняли и выбросили утопили в туалете ну мы наверно грубовато сказано я думаю так скорее все так всех дедов отцов которых и всех русичей которые киевграде жили а изюмский шлях слыхал такое название изюмский шлях не не я до 24 февраля вообще не вникал в эти темы я жил своей обычной жизнью она работал а ну короче ты историю руси тут не знаешь похоже украина историю как бы не очень знаю то украина была создана дедушка ленина это он привязал в донбасс не она с и 3 чем заключается развитие россии в будущем пуша надо давай отстреляем потом так это что-то на чем мы остановились на ману в чем заключается развитие россии в будущем вот как ты думаешь видишь ну в будущем я тебе скажу так то что скорее всего ну если честно сказать я уже точно знаю что россия будет одна из самых богатых и сильных стран мира одна единственная это было и будет на протяжении многих веков значит без россии ни одного выстрела даже не происходило в европе и на ближнем востоке без согласования с с российской империи это было дочит до семнадцатого года когда семнадцатом году произошел переворот ленин когда насчет на немецкие деньги произвел переворот он там там всем вольную значит не подожди подожди смотри а что россия не давала до этого да ну с девяностого года до двадцать второго стать великой держалась достатки все жили не только вокруг москвы все строилось а ну по всей территории россии довольно-таки очень тяжелый такой момент потому что я тоже ведь не все знаю я потому что как тебе сказать слушать все и говорит то что как бы все говорят тоже сложно у меня как бы тоже свое мнение есть ну я опять же могу тоже не объективно не я понимаю просто значит с 90 гораздо раньше не с девяностых годов насчет гораздо раньше началось планомерное разрушение советского союза и самой rsfc rsfc на протяжении многих лет спад как бы сказать субсидировала все 15 союзных республик в ссср вот судно украине очень тяжело стало после того когда россия то есть отцепилась все стали бы девяносто первом году ну конечно украине стало тяжело потому что ее начали делить правый и левый сектор не скажу дело в том что там поднятие как бы сказать вот это националистических движений еще было восьмидесятых годах потому что к западанцам еще наши ездили когда-то давно я понял ну смотри это говорю ты получается страна без армии без финансирования без культуры и но у нас дохереща нациалистов которые свергнули власть ну а из-за чего развалилась тогда наша армия и все остальное ну кто в этом виноват в смысле ты имеешь про какой год армия от украины до четырнадцатого года не было армии не было да ну как же не было было принимали присягну какая армия коррупция процвета процветала никто ну там в армию распускали продавали все что могли просто коррупция на во всех странах есть только на в больших соединенных штатах нет коррупции еще как есть они на этом вообще там знаешь как это далеко по крайней мере это дело не сильно шаг афиширует но есть очень много я не знаю верить в это или нет но у них там тоже коррупция права довольно-таки очень серьезная вот в россии в ссср коррупция была и рубцы было но и поролись и в девяностых годах в конце восьмидесятых коррупция была особенно в девяностых годах это было вообще в жуткое дело короче понятно не то слово даже коррупция это бандитизм был самый натуральный осы 3 а в россии сейчас коррупции нет там нормального все с этим ну как же без нее это в любом случае есть только за этим все равно есть глаз государя всегда ну всегда присмотрел у нас все равно сажает губернаторов сажают и всех сажают и единственное бывает такие вот мы мы не все знаем как бы вот наш у нас такой был гражданин чубайс не слыхал такого мой че-то что слышал че-то где-то но это представители роснано он разваливал советский раненцова слышал какой-то был у вас его убили вроде в немцов он немцов это ставленник соединенных штатов там свою политику там они там это там демократическую фигню это все знали что это короче и на агент в этом россии с девяносто первого года при ельцине очень много поселилась сыроушников грабили страну на всю катушку распилили ее все производство которое можно было удавить все удавили остановили сказали сказали не надо вам не нужно вам помышленность вы будете покупать все у нас мы у вас будем брать газ нефть вот быть у нас бензоколонкой а мы будем давать все производить у нас там в европе и будете 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 ездить как все страны в общем-то так и пока все это делилось пока это распиливалась эти предприятия ты думаешь это сша да все это конечно как мы прекрасно знали что ставленник сша это был гражданин горбачёв такой который развалил советский но смотри а когда развалился советский союз упали вот эти зла на весы и как жила америка и как жил ссср страны снг уровень жизни и развития века желаю на протяжении многих десятков лет за счет войны и продажи оружия на протяжении еще не не я за то что я за обычный люд я не за войну за это все не говорю вот у вас вот люди как жили я как жили в америке люди в америке и у них не войны никогда не было ты что и не там с 800-х годов и когда мир постоянно что-то на чем там говорить живут все про кто-то короче вот до 22 года если вот это не началось то просе но не смогла бы вырваться как бы то по ним была война с америкой нато через вашу площадку точно было пола значит а что и не дает напасть через латвию ли кто там контактирует вместе с россия тоже шина то вроде там есть страны какие-то понимаешь какая штукенция есть такой план у них называется он петля на комы слыхал про такой не подробнее чё интересно вот значит это делается не все не не так быстро естественно потому что если быстро начать делать естественно россия быстренько под ним начнет вражаться это делается медленно потихоньку увеличивая количество значит численность за этим постоянно следят сколько в японии с а тут уже все уже там секретные разговоры пошли такие что все уже загоняем через польшу как бы это вот кто-то вот двадцать таром но стянули войска видишь какая фишка там уханские донецке стянули войска это сто тысяч на армию стянули и где-то 24 нападение должно было короче украина охотовила стягивала войска чтобы атаковать донбасс да там отчетом донбассе там остался это же славянск взяли сразу еще в четырнадцатом году я смотрелся и донбассе люди с ружьями обычные охотники отбились от армии отбивались отбивались а потом сильнее сильнее потом я помню как захватывали уже части территории донецкой области там начали захватывать сатре а учение в белоруссии около границ украины русских войск это случайность нет короче там вот какая фишка значит когда учения в белоруссии начались значит это было в преддверии в общем германия вместе с польшей начало стягивать войска границы белоруссии лукашенко сказал смол возможно будет нападение на белоруссию сейчас вам покажу откуда на беларусь готовилась нападение и стянули войска туда провели насчет учения запад отражение атак но пока там с той страны так и оставались насчет помню в итоге никто не напал на россия напала это россия и еще знаешь интересный такой момент насчет когда признание луганска и донецка именно самый уникальный день произошел ты не знал об этом что именно 20 20 22 числа была признана обе обе республики а а что тут особенного дело в том что вот именно 22 0 2 20 22 называется очень интересно цифровое как бы сказать магическое число зеркальное остановитесь стоп хватит я человек который верит своим глазам своим ушам своим чувствам ту информацию что нашел ранее я начинаю верить ей я услышал то что хотел секта с культом вождя что россия и только россия я никого не агитирую я констатирую факты которые собирал с 24 февраля я не хочу делать разбор полетов нет смысла скажу одно вы погрязли в своей лжи вы начали верить в ложь если всем сердцем верить ложь она становится правдой обращаюсь к русскоговорящим украинцам если вы реально хотите победить россию починайте размовляты украинскую тому що стіна між мовами ці той кордон який відділяє нас с вами был розе до новых встреч